Продолжим информационный час. Смотрите сегодня выпуски. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Начинаем выпуск. Один человек погиб в результате исхода лавин на Шимбулаке. Информацию подтвердили в администрации горнолыжного курорта. Сообщается, что один из посетителей 75-го года рождения, катаясь на склоне, вышел за ограждение, чем и спровоцировал сход снежной массы. На данный момент из-за ЧП приостановлена работа канатной дороги Комби-2. Ранее в департаменте ПОЧС на основании штормового предупреждения КАЗ Гидромета предупреждали о лавинной опасности. Остался под завал под снежной лавиной, в результате чего погиб. Труп был извлечен спасателями ГЛК Шимбулак. Медицинским персоналом была констатирована смерть. Объем сошедшей массы снежной лавины составил 600 кубических метров. Элитные часы, золотые слитки, антиквариаты и более 17 миллионов долларов наличными. Подробности по делу Карима Масимова опубликовала пресс-служба Комитета национальной безопасности. В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела по подозрению бывшего главы КНБ и других лиц в госизмене о подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий продолжается. Расследование проводится по факту получения взятки в сумме 2 миллионов долларов от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов. Изъяты также принадлежащие ему 11 дорогостоящих авто бизнес-класса. Силовики наложили аресты и на имущество. Это две элитные квартиры в столице, еще две квартиры и особняк в Алматы, а также земельный участок площадью 1 гектар на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. У близких связей Карима Масимова изъяты и арестованы порядка 5 миллионов долларов. Свыше 300 участников январских событий выпустили из следственного изолятора в Алматы. При этом уголовные дела в отношении подозреваемых не прекращены, поскольку расследование все еще продолжается. На свободе, но под подпиской о невыезде оказался Иоркен Ерзан. Об истории молодого человека мы ранее готовили сюжет. Все внимание на экран. Я просто не верю, что он участвовал в митинге. Я его хорошо знаю. Не в его характере делать такие поступки. Он очень тихий и скрытый человек, добродушный. Я требую, чтобы его вернули нам, живым и здоровым. Он вышел из СИЗО совсем недавно и решился рассказать нашему телеканалу о двух месяцах заточения. Репортаж Дамира Анитова. Эти кадры не могут не умилять. Семья Ирзатовых воссоединилась спустя два месяца. Сестра задержанного не может сдержать слез. В начале января у Иоркена схватили сотрудники полиции по подозрению в участии в беспорядках. В тот день я участвовал в митинге. Так как я человек с высшим образованием и был недоволен ситуацией в Жан-Аузене. Я даже не планировал ничего крушить или вредить кому-то. Я хотел выйти на площадь, услышать, что скажет Аким. Но меня скрутили. Сейчас парень на свободе и ему разрешено передвигаться по городу, водить машину и даже работать. Правда, уже бывшего учителя казахской литературы сократили. Брата сократили. Видимо, то, что его задержали, подрывает его авторитет. Наверное, считают, что задержанный не может быть учителем. Впрочем, мы просто рады тому, что его выпустили. Он рядом с нами. Я каждый день ходила в прокуратуру. Требовала, чтобы брата освободили. Мои многочисленные походы дали плоды и его временно отпустили до решения суда. Веркей Мерзат формально все еще под следствием его освободили под подпиской о невыезде. Что это значит, расскажет опытный юрист из Алматы. У нас в Казахстане в Конституции есть презумпция невинности. Пока в отношении человека не вышел приговор решения Республики Казахстан, приговор суда, он еще не считается виновным. Поэтому он также может ходить на работу, водить авторотранспорт, ездить, навещать своих родственников. Но он должен тесно взаимодействовать со следователями, должен участвовать на всех следственных мероприятиях. Напомним, в начале января в следственный изолятор Алматы водворили свыше 500 человек за участие в беспорядках и погромах. А сегодня 300 из них освободили по разным причинам. По некоторым фактам дела прекращены из-за отсутствия улик. А по другим назначена мера пресечения, домашний арест, либо подписка о невыезде. Сегодня же в соцсетях появилось видео с курьерами, которые во время январских беспорядков раздавали бандитам что-то похожее на огнестрельное оружие, либо патроны. Заметно, что доставщики еды в экипировке спокойно минуют полицейские патрули и переговариваются с бандитами. Интернет-пользователи предположили, что курьеры выступали у террористов в роли связных. Данным видео уже заинтересовались правоохранительные органы. 22 единицы краденого оружия во время январских беспорядков и около 800 патронов изъяли за прошедшую неделю жамбылский полицейский. Опасный арсенал включает в себя три светошумовые гранаты, травматическое оружие, пистолет, два карабина, три автомата, 12 охотничьих ружей, два газовых пистолета и одно гладкоствольное помповое ружье. Находки направлены на судебно-баллистическую экспертизу. Вместе с тем в областном департаменте полиции напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее его в полицию, не будет привлекаться к уголовной и административной ответственности, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется. Если вы располагаете информацией о похищенном оружии, в департаменте просят позвонить на пульт 102. В Алматы рассмотрели все заявки, поступившие от пострадавших предпринимателей во время январских событий. Об этом сообщил глава управления предпринимательства и инвестиций Еркей Булан Уразалин. По его данным, всего на платформу «Инфо Казахстан» поступило 1355 заявок, из которых региональная комиссия одобрила 1139. Общая сумма выплат на данный момент перевалила за 5 миллиардов тенге. Из них 4 миллиарда выделили из местного бюджета, а оставшуюся сумму перечислили из средств фонда «Жанал Атау». Напомню, ранее Аким города Ербуладосаев сообщил, что 90% пострадавших бизнесменов получат компенсацию до 10 марта. По итогам заседания и рекомиссии одобрено 1139 заявок на сумму 5,3 миллиарда тенге. И оставшиеся 216 направлены на доработку. 120 из них в связи с тем, что были предоставлены неполные пакеты документов. И 96 перенаправлены на судебную экспертизу в связи с несогласием по сумме выплаты в рамках упрощенного механизма. Отметим, что в целях полного охвата нанесенного ущерба создан консультационный штаб при Центре предпринимательства «Кулдау». Пострадавшие бизнесмены, которые еще не получили выплаты, могут обратиться за помощью по адресу улица Байзакова, 303, кабинет 101. Специалисты работают в будние дни с 9 утра до 6 вечера. 155 казахстанцев сегодня вернулись домой из Украины. Семеро из них дети. Это уже четвертые эвакуационные рейсы и звоны военных действий. В общей сложности на родину удалось вернуть свыше 580 репатриантов. Прибывшие выражают огромную благодарность работникам посольств за свое благополучное возвращение на родину. Большая благодарность именно консульству и посольству Казахстана в Украине и Фольше. То, что они проделали колоссальную работу. Это эвакуация жителей Киева, эвакуация жителей вообще всей Украины. Потому что у них такая логистика была очень крутая. Они максимально сделали усилия. Серьезно. В числе вернувшихся на родину и семья из Алматы Баужан Еликов и его жена ждали ребенка во время эвакуации из Украины. В Казахстане они прибыли уже втроем. Малыш родился целым и невредимым. По словам супругов, ребенка они ждали 8 лет. Моя жена родила в дороге. Точнее, в роддоме Хмельницка в ходе эвакуации. Она была уже на 40-й неделе, и врачи согласились принять ее. Изначально она должна была рожать в Киеве. Но когда мы позвонили туда, они отказались принять нас и предупредили, что на их здании возможна атака. Позже мы узнали, что по этому роддому провели ракетный удар. В Турции сегодня прошли переговоры между Украиной и Россией. Площадка для диалога была организована в Анталии. На этот раз стороны представили не делегации, а главы МИД. Речь прежде всего зашла о создании гуманитарных коридоров. После встречи главы внешнеполитических ведомств ответили на вопросы журналистов о бомбардировке роддома в Мариуполе и причинах военного конфликта. Рустамар Албаев следит за развитием событий. Сегодня в Мариуполе ракетному удару подвергся медицинский комплекс. В нем располагались роддом и детская больница. В момент атаки внутри находились роженицы. Пострадали не менее 17 человек. Точное количество уточняется, сообщили власти города. Российские войска нанесли прямой удар по роддому. Люди, дети оказались под обломками. Зверство! Как долго мир будет терпеть террор? Закройте небо прямо сейчас! Прекратите убийство! У вас есть сила, но, кажется, вы теряете человечность! Отвечая на вопросы журналистов, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что здание захватили радикалы, а в момент ракетного удара персонала и гражданских лиц там не было. Этот родильный дом давно захвачен батальоном Азов и прочими радикалами, откуда выгнали всех роженец, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона Азов. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что действия России – это преступление не только против Украины, но и всей Европы. Многие страны Евросоюза разделяют это опасение. Сергей Лавров выразил свое мнение на этот счет. На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. На Украине мы просто объяснили многократно. Наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации. Между тем в Европарламенте согласовывают новую волну санкций. Россия стала страной номер один по числу наложенных эмбарго, обогнав даже Иран. Тем временем число беженцев из Украины уже приблизилось к 2 миллионам. Погибло свыше 400 мирных граждан. Договориться о мире или создать гуманитарные коридоры сторонам пока не удается. Рустам Аралбаев, телеканал Алматы. Уважаемые телезрители, вы смотрите новости. Далее в выпуске. Одна из сельских школ в Алматинской области на грани разрушения. Как в ней учатся школьники и почему объект не ремонтируют, выясняла Айен Рафина Рихпаева. Фильм, фильм, фильм. Что мешает развитию казахстанской киноиндустрии и сколько лет создана в Казахстане за годы независимости. Расскажем в этом выпуске. Хотелось бы, чтобы фунт ему отдельный день не выделял. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Запущенные кабинеты, трещины в стенах и сырость – это лишь малая часть проблем, с которой столкнулись учащиеся одной из сельских школ в Алматинской области. С момента открытия, а с тех пор прошло без малого 20 лет, в учебном заведении ни разу не проводили ремонт. Учителя вынуждены проводить занятия в аварийных условиях и теперь боятся потерять учеников, которые переводятся в соседние школы. Айен Рафина Рихпаева осмотрела объект и оценила масштаб проблемы. Недовольство учителя казахского языка и литературы Габита Даинова можно понять. Он один из немногих неравнодушных к судьбе 38-й школы села Киндала. Последние четыре года преподаватель добивается, что в учебном заведении наконец провели капитальный ремонт. Поскольку проводить занятия в аварийных кабинетах стало практически невозможным. Весь прошлый год мы бегали вместе с директором, подготовили необходимые документы, но нет результатов. Мы не можем понять, как за эти 22 года в здании ни разу не проводили капремонт. Как такое возможно? Почему последние четыре года его постоянно откладывают? А вот так вот выглядит кабинет казахской литературы. На потолке отваливается штукатурка, а стены далее треск. О состоянии партии стульев еще прошлой эпохи и говорить не приходится. В таких вот, мягко говоря, некомфортных условиях детям приходится получать знания. Сейчас в этой школе обучается около 500 учеников. Но с каждым годом их ряды редеют. В классах не больше 15 человек. Причина проста. Учиться в таких условиях никто не хочет. Многие начали переводиться в соседние учебные заведения. Нам очень тяжело работать в таких условиях и давать качественные знания нашим детям. У нас очень плохое освещение в школе. Вторая смена, последние уроки вообще во второй смене невозможно проводить в нашей школе. Так как я работаю с маленькими детьми, у нас нет в помещении туалета. И в зимнее время детям приходится ходить на улицу. За ответами мы отправились в Толгарский районный Экимат. Однако наша съемочная группа там не застала ни одного компетентного специалиста по данному вопросу. Не явился ни глава местной администрации, ни его заместителей. А в отделе образования ограничились лишь кратким ответом. Согласно заключению экспертизы требуется для капитального ремонта 756 миллионов 410 тысяч деньги. 18 января 2022 года подана бюджетная заявка на вышеуказанную сумму для проведения капитального ремонта. Ожидается, что этот вопрос будет рассматриваться на маслехате, который будет проводиться в марте месяц. Тем временем преподавательский состав уже успел обратиться в Миноборнауки. Ведомстве подтвердили заявление районного Экимата и добавили, что бюджетная заявка на проведение ремонта передана специальной комиссии. Ее итоги будут известны в этом месяце. Айяна Рюфина Рикпаева, Жахсов, Тлеппергин, телеканал Алматы. И к другим темам. Выступить перед населением призвал главу Национального банка сенатор Мурат Бахтияруле. Еженедельное обращение казахстанцам по словам депутата необходимо в связи с подорожанием цен на импортные товары и автомобили. А вот Али Бектаев, в свою очередь, напомнил о возникающих проблемах в аграрном секторе. По его мнению, на поддержку этой отрасли из акционерного общества ЖАСЛДАМУ необходимо выделить 200 миллионов тенге. Засуха спровоцирует рост цен на минеральные удобрения и пестициды. Из-за антироссийских санкций объем поставок продовольствия из России в Казахстан может увеличиться. При этом один из вопросов, связанных с минеральными удобрениями и водоснабжением, не решен. А сенатор Рыскали Абдекеров направил депутатский запрос премьер-министру Алихану Смаилову. В нем он поднял проблему обеспечения питьевой водой городов Жасказган и Садпаев. Когда законодательно урегулируется статус Кенгирского и Жездинского водохранилищ? Есть ли в планах правительства решение вопроса обеспечения города Жасказгана полностью подземными водами? В какой срок будет исполнено поручение главы государства, данное им в октябре прошлого года, о том, что обеспечение людей чистой питьевой водой должно решаться правительством совместно с Акиматом и корпорацией в кратчайшие сроки и не более чем в течение полутора лет? Сегодня в правительстве представили программу по повышению доходов населения. Она предусматривает трудоустройство молодежи, повышение зарплаты бюджетникам и стимулирование предпринимательства. Прибегнуть к таким мерам в Кабмине решили из-за того, что трудовые доходы населения за последние 10 лет заметно упали. Дина Раса Абитова с подробностями. Улучшать благосостояние казахстанцев и стимулировать отечественный бизнес в правительстве решили при помощи специальной программы. На очередном заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал четко понять, что перед всеми госорганами стоит задача по насыщению внутреннего рынка нашей продукцией, а также повышению производительности труда и созданию постоянных рабочих мест. Поручаю соответствующим отраслевым госорганам фонду Самруххазана Акиматам обеспечить увеличение заработных плат работников до среднеотраслевого уровня, а также повышение средней заработной платы бюджетных работников. Министерство национальной экономики обеспечит проведение оценки эффективности и рейтинга госорганов. Акимата всех уровней на основе KPI по привлечению инвестиций в основной капитал и созданию рабочих мест. Сначала вырастут средние зарплаты работников сфер здравоохранения, образования, культуры и науки. По словам главы Миннацэкономики Альбека Куантырова, в рамках направления повышения трудовых доходов будет реализовано 22 мероприятия. В целях устранения дисбаланса в доходах работников производственных предприятий, повышение производительности труда, стимулирование модернизации предприятий обрабатывающей промышленности, развитие производственных навыков, предусмотрена реализация проекта предварительной подготовки кадров ОМР Жолдамасэ на региональном уровне. В свою очередь Минтруда предусмотрел 33 мероприятия по повышению доходов населения. В стране до 2025 года планируется создать около 2 миллионов новых рабочих мест. Зашла речь и о возможном притоке российских кадров в Казахстан. И Казахстан, Россия, Армения, Белоруссия, Кыргызстан, да, у нас мы единым экономическим союзом. Поэтому у нас трудовые ресурсы, они беспрепятственно могут воспользоваться наши в России, российские и у нас. Поэтому, да, поэтому сейчас давайте вот так посмотрим, допустим, это единый, скажем, трудовой рынок. Поэтому и сейчас, и так. Обсудили на заседании правительства и вопрос подготовки квалифицированных кадров. В Казахстане внедрят систему распознавания востребованных навыков. Эти меры позволят информировать молодежь о востребованных специальностях и оказать им поддержку при выборе будущей профессии. Динара Сабитова, Солбек Тойбек, телеканал Алматы. Отсутствие комплексных мер мешает развитию казахстанской киноиндустрии. Такое заявление сегодня сделали в Национальной киноакадемии. Там считают, что за годы независимости в Казахстане при господдержке создано 600 фильмов. Однако на экраны вышло чуть больше 50. Есть и другие причины, которые мешают продвижению отечественного кино. Какие, знает Ануар Мангельдинов. Молодые таланты не могут раскрыться из-за отсутствия поддержки. В частности, речь идет о финансовой помощи. Продюсер Анара Женусова призывает уделить большое внимание дебютному кино. Хотелось бы, чтобы фонд кино отдельные деньги выделял для дебютного кино полнометражного. И это был отдельный департамент, я не знаю, это отдельный там питчинг. Чтобы мы понимали, что мы запускаем, например, 10 полнометражных фильмов. Из них хорошо, если 5 хорошо снимут, это будет прекрасно. Прекрасным отечественную киноиндустрию сделает стратегическое планирование госфинансирования, развитие производственной базы и тесное взаимодействие с кинопрокатчиками, считает президент Национальной киноакадемии. По мнению Рашида Нугманова, необходимо внедрять комплексный пакет мер решения вопросов индустрии, которые сейчас в республике отсутствуют. Нужно также активно бороться с коррупцией в кинематографе, уверен он. Коррупционные составляющие, они знают буквально все, любого кинематографиста. Спросите, он вам скажет об этом. Она есть. Вот, ее надо выжигать. На протяжении всех этих лет независимости Казахстана огромное количество картин было профинансировано на госбюджет. Что-то вроде, если я не ошибаюсь, вот я приводила цифры недавно, Министерство культуры, около 600 фильмов было создано. И на экраны попало только 50 с чем-то. Для того, чтобы поднять все самые наболевшие вопросы, кинематографисты запланировали ряд встреч. С совместными усилиями они нацелены найти пути решения проблем. В настоящее время деятели отечественной киноиндустрии готовят комплексный пакет мер, которые они намерены представить депутатам мажилиса парламента. Предположительно, встреча с мажилисменами состоится в начале апреля. Ануар Амангельдинов, Арсен Сандбаев, телеканал Алматы. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»